на 1, задержка на 4 и выдох на 2. Но в начале вы можете соблюдать пропорцию вдоха, задержки и выдоха как 1 к 2 к 2. Вы должны практиковать эту пранаяму как минимум 5 циклов каждый день. Это очень простое упражнение пранаямы. Необходимо знать множество условий перед практикой пранаямы. Ей необходимо учиться под наблюдением опытного учителя, поскольку в процессе мы сталкиваемся с множеством нюансов. После упражнений йога-асаны, пранаямы и изометрических упражнений необходимо отдыхать в шавасане, как сейчас это делает господин Синг. Посмотрите на его тело, голову. Глаза прикрыты. Их не нужно плотно сжимать. Слегка. Посмотрите на его руки. Ладони смотрят вверх. Ноги слегка расставлены. Большие пальцы ног смотрят в стороны. Выполнять шавасану также важно под опытным наблюдением учителя. Можете делать это самостоятельно, но важно, чтобы телу было удобно и оно было полностью расслаблено. Как труп. Труп не движется. Точно так же вы не должны двигать никакими частями тела, как минимум 15 минут. Когда вы почувствуете полное расслабление, комфорт, переместите свое сознание в правую часть тела. И когда я буду называть каждую часть тела, вы должны почувствовать ее, представить ее в своем сознании. Почувствуйте правую руку. Второй палец. Третий. Четвертый. Пятый. Ладонь. Тыльную сторону кисти. Предплечье. Плечо. Поясница. Правое бедро. Колено. Голень. Лодыжка. Пятка. Ступня. Большой палец ноги. Второй палец. Третий. Четвертый. Мизинец. А теперь. А теперь снова перенесите сознание в левый большой палец руки. Представьте его. Представьте второй палец. Третий. Четвертый. Пятый. Целую ладонь. Целую ладонь. Тыльную сторону кисти. Запястье. Предплечье. Локоть. Плечо. Поясницу. Правое бедро. Колено. Голень. Лодыжку. Пятку. Ступню. Большой палец ноги. Второй палец. Третий. Четвертый. Мизинец. Теперь перенесите сознание в заднюю часть тела. Представьте затылок, правую лопатку, левую лопатку, всю спину. Правую ягодицу. Левую. Заднюю часть правого бедра. Левого бедра. Правого колена. Заднюю часть левого колена. Мышцы правой голени. Левой. Правой пятки. Левой. Теперь перенесите ум в макушку головы. Представьте ее. Лоб. Правую бровь. Левую. Правый глаз. Левый глаз. Правое ухо. Левое ухо. Правая щека. Левая щека. Правые ноздря. Левая. Верхняя губа. Нижняя губа. Подбородок. Челюсть. Горло. Правая ключица. Левая ключица. Правая сторона груди. Левая. Пупок. Верхняя паховая область. Нижняя паховая область. Правое бедро. Левое. Правое колено. Левое. Пальцы правой ноги. Левой ноги. Теперь мысленно представьте всю правую руку. Теперь всю левую. Обе руки вместе. Правую ногу. Всю левую ногу. Обе ноги. Теперь все тело вместе. Все тело. Охватив сознанием все части тела, перенесите ум в область пупка и попытайтесь представить процесс дыхания. Следите за вдохом и выдохом. Пять-десять минут вы можете считать ваши дыхательные циклы, чтобы ум оставался внутри тела. Ум, как и тело, должен быть полностью расслаблен. Опять же, я предупреждаю, всему этому нужно учиться у опытного учителя йоги. После шавасана слегка пошевелите пальцами правой руки. Можно перенести и положить обе руки на глаза. Медленно. Откройте ваши глаза и сядьте. На этом заканчивается наш урок йоги. Итак, это был часовой урок асан, пранаямы и изометрических упражнений, позволяющий поддерживать физическое и психическое здоровье. На самом деле существует 8 миллионов 400 тысяч разных асан, которые объяснены в текстах йоги. Теперь господин Балмукун Синг покажет некоторые из типичных и уникальных асан, которые он практикует уже много лет. Теперь он покажет чакрасу. Вы можете посмотреть на его гибкость и совершенство исполнения. Это очень сложное упражнение, и им нужно учиться под наблюдением опытного инструктора йоги. Теперь он продемонстрирует Натарадж асану. Все эти асаны трудны. Натарадж асан. Это трудное упражнение, но благодаря практике этого можно добиться. Теперь он выполнит аришчик асану. Это первый вид аришчик асаны. Есть две части, два вида этой асаны. Посмотрите, с каким совершенством он выполняет это упражнение. И второй тип аришчик асаны. Совершенное равновесие. Еще одна аришчик асана. Еще одна аришчик асана. Продолжение следует... Превосходно. Медленно опускаемся, поддерживая равновесие. Теперь он покажет меру Дандасану. Меру Дандасана. Меру Дандасан значит спина. Поза для спины. Тексты йоги объясняют, что все 72 тысячи нади-каналов, которые содержатся в нашем теле, очищаются благодаря практике этой меру Дандасаны. Продолжение следует... Это Риштикасана. До этого он на самом деле показывал Риштикасану. Хатха-йога — это единая совокупная система знания, которая подчеркивает совершенство тела. А через совершенство тела приходит совершенство ума. Сейчас он покажет еще один тип Риштикасаны. Здесь требуется серьезная концентрация, ритмическое движение, очень гибкие мышцы, позвоночник. Сейчас Дви Падхастасана. Дви Падхастасана. Двусторонняя. Сначала он покажет ее с одной стороны, затем с другой. Такое ощущение, что у него словно отсутствует позвоночник. Совершенная гибкость. Теперь он продемонстрирует это упражнение с другой стороны. Дви Падхастасана. Двусторонняя. Такая эластичность приходит после долгой и регулярной практики. Теперь он покажет Данурасану. Это традиционная, но достаточно сложная поза. Здесь требуется не только концентрация, но также и плавные медленные движения тела, всех суставов. Это полная Данурасана. Теперь Урдвасана. Полная Урдвасана. Знакомя россиян с индийской традицией. Теперь он покажет восьмиступенчатую Кангасану. Господин Балмукунг Синг был чемпионом йога асан множество раз. Двипат Кангасана. Теперь он покажет Двипат Кангасану. Теперь он тренирует и вдохновляет студентов в институте йоги. Всех тех, кто стремится к совершенству, особенно в выполнении йога асан. Теперь он показывает Двипат Кангасану. Это традиционная сложная асана. Двипат Кангасана. Уттр Двипат Кангасана. Это Уттр Двипат Кангасана. То есть все его тело поднимается на обеих руках. Опускаемся. Теперь посмотрим на Викат Асану. Поза напоминает скобку. Сейчас он демонстрирует эту асану с одной стороны. Та же асану с другой стороны. И теперь Мри Гасана. Поза оленя. Тексты йоги объясняют, что практикуя эту асану, человек достигает легкости в теле. С другой стороны. Мри Гасана. Мри Гасана. Мри Гасана. Мри Гасана. Мри Гасана. Вес всего тела переносится на одну руку. майюрасана майюр значит павлин вес всего тела переносится лишь на одну руку на этом мы завершим спасибо так вы увидели выполнение типичных асан спасибо за внимание